МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А телеканал про деньги – это ваш личный финансовый консультант. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В ближайшие полчаса в нашей программе. Где и как найти подходящие варианты квартиры в аренду? Как распознать недобросовестного арендодателя? Как правильно оформить документы? Как уже сказал Юрий, аренда жилья – это вечный вопрос. С ним сталкиваются миллионы людей. И одни имеют лишнее жилье и воздают. Другие вынуждены снимать, так как собственного жилья не имеют. Вот как правильно должны встретиться арендаторы, арендодатели? На что обратить внимание? Где искать хорошие квартиры? Мы поговорим в ближайшие полчаса. Сергей, опять же, возвращаясь к тому, что сказал я, мне кажется, так на вскидку, что какие-то новые аспекты в вечном вопросе появляются. Если по молодости, приезжая в столицу, люди еще тешат себя романтическими иллюзиями поискать квартиру, где они будут платить по минимуму и при этом кормить попугайчика, вот так хозяин захотел, то сейчас рынок аренды становится все более цивилизованным. И мне кажется, что даже все больше стали заключать договоры, чего раньше старались не делать. Ну, а о том, куда все это движется, нам расскажет наш эксперт Георгий Загуров, гендиректор компании Penny Lane Realty. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Согласны с тем, что что-то меняется на рынке аренды в плане, что ли, вот ощущений? То есть больше стали договоров и так далее? Вы знаете, и больше платят налоги, и больше цивилизации, и больше доверия аренде как инструмента. У нас, знаете, вот, сто процентов с вами соглашусь, люди почему-то полагали, что если снял квартиру, как бы завтра кто-нибудь не пришел бы, да не выкинул, да не поднял бы ставку. Вы знаете, не сталкиваемся, вообще не видим каких-то вот таких беспредельных ситуаций. Все пришло в норму. Я бы сказал, что и законы. Вы знаете, обычное заблуждение, да, что человек, вот я снял квартиру, все равно там есть хозяин, и, грубо говоря, он там прописан. Он позвал участкового, если ему что-то во мне не понравилось, и меня выселили в 24 часа. Вы знаете, мне, наверное, удобнее на рынке работать на этом, когда я не раскрываю какие-то типа секреты мастерства или юридические тонкости. Но выселить вас из квартиры, пожалуй, может только суд. Даже не сотрудник милиции. Ну вот я хозяин квартиры, вы в ней, но у вас есть со мной договор аренды. Все, у нас теперь с вами гражданско-правовые отношения, и суд общей юрисдикции между нами, как между двумя физическими лицами, будет разруливать. Я могу туда прийти с участковым, который скажет, да, ты же не платишь. Я не плачу ни вопрос больше сотрудникам милиции. Все, поехали в суд. Выселить человека даже проблема. Я опять вам скажу, что не буду там делиться всем, но это очень стабильные и нормальные отношения. Рынок действительно, да, стал цивилизованным. Мы не видим каких-то перекосов ценообразований ненормальных. На рынке широкое предложение. Сейчас вот создан новый ресурс в интернете, который показывает все квартиры выше 2000 долларов, которые только есть в Москве. Это вы про ЦИАН или какой ресурс? Я говорю вам про базанда.ру. Значит, вот там всего 2670 квартир, больше нет. Квартир выше 2000 долларов за квартиру в месяц. Итак, вы хотите сказать, что меняется именно на принципиальном уровне сознание арендатора. Если мы раньше полагали, что вот если я снял квартиру, я на птичьих правах, сегодня мы понимаем, что если ты на год снял квартиру, это твоя квартира. То ты на год снял квартиру, да. И вы знаете, я вам скажу, что еще есть такая деталь. Меняется, но вот по моему-то мнению, по моим измерениям, очень медленно. Если в США там 10-20 лет назад уже были данные раз в 4 года, гражданин меняет место жительства. Он мигрирует за своей работой. Он находит себе там, где ему глубже. Отсюда мобильность населения, как говорится, рыба ищет где глубже. Да, он едет за работой, да. И вы знаете, он в это время берет там и сам Франциско, переезжает в Майами. И Москва. Вы переехали, у вас была работа в Алтуфьево, теперь вы работаете на Шаболовке. Где вы живете? Вы живете в Алтуфьево, конечно. Никакой связи. Да, да, да. И я вам скажу, даже люди живут не потому, что они в Алтуфьево было удобнее, они работали. Они живут там, где они по какой-то неизвестной мне причине... Там прошло и детство в этом дворе. Когда-то дядя Коля тут сидел пил пиво, и с этим связаны такие вот ностальгические ощущения, что не могу поменять квартиру. В какой-то степени даже насмотрелись рекламой МММ, стали такие партнеры, стали инвесторы в недвижимость. Как попал в Балашуху? Ну вот что мог себе позволить? Жить там собираешься? Нет, не собираешься. Главное, принцип, который в недвижимости был все-таки установлен кризисом, не покупать то, что вам не надо. Это будет только бремя. Вам завтра расскажут про Кипр, на котором вы не были, и не надо вам ничего на Кипре. Точно так же вам ни Балашуха, ни Одинцова. Живите там, где вы работаете. Георгий, давайте вернемся к этому моменту. Живите там, где работаете. Ну, были времена, когда искали квартиру по объявлениям в газете «Изу рук в руки» и подобных. Сейчас где лучше искать квартиру себе в аренду? Из каких источников черпать волшебную информацию с номерами? Я вам скажу по себе, я для себя вероятность аренды квартиры без помощи профессионала вообще исключаю. Потому что настолько это проще, настолько удобней. Я вам скажу, что... Есть ресурс, где общая база, больше квартир нет на рынке. Мне все равно, мне дайте, пожалуйста, консультанта. Пусть он заботится о договоре, пусть он приезжает на любой мой конфликт с собственником. Пусть он мне подсказывает, пусть он мне страховочку-то мою отдаст. Пусть он, у меня вот не будет работать там электроэнергия или вода по очищаянию, пусть он обо мне и беспокоится. Все адекватные игроки этого рынка сегодня обязательно вас обслуживают. Я не имею в виду такой масс-маркет. Возможно, потому что вы все-таки в среднем и высоком ценовом сегменте работаете. Я думаю, что если ты арендуешь бюджетное жилье, да, ну сколько там, 80% арендаторов хотят, ну, однушки, самый ходовой товар. Нанимать еще консультанта, чтобы он насчет газовой колонки выяснял отношения с хозяином? Вы знаете, едва ли будут, да, абсолютно другие деньги уже. Это очень динамичный рынок, едва ли будут. Я согласен, что вот такой массовый рынок, там, знаете, мы говорим с вами, выше 2000 долларов. Но, пожалуй, между полуторой и двумя лежит пласт квартир в аренду предлагаемых, превышающий все 2670 предложений рынка выше 2000. Там, конечно, уже широкий рынок, там уже, может быть, неадекватный сервис, но для меня все-таки это, сегодня это люди. Есть сайты, вы вот обминули ЦИАН. Самый меня, мне чем не нравится, на ЦИАНе вы платите, и поэтому вы ставите то, что вы хотите. Мы можем найти на ЦИАНе собственную квартиру, которую сдаем за 6, можем найти за 2. Мы можем найти компиляцию из фотографий разных квартир в городе наших, и она будет вдруг выдаваться. Сущая правда, знакомый снимал недавно, обманывают, почем зря, показывают, такая Сталинка, все потолки высокие, мебели нету, приезжаешь, на самом деле, хрущевка и мебель заставленная. Постоянно, и более того, знаете, еще путание создаются тем, что там может быть 10 квартир, вот одна квартира может быть 10 раз стоит, меня немножко путает. Я точно вам не скажу, но там, похоже, 13 тысяч предложений. Мне больше нравится, когда предложение 2670, это все, что на рынке есть, но если вы уже... То есть ЦИАН не источник, ну, срезюмируем. Нет, в том числе, в том числе. Мне больше, вот если брать ЦИАН, мне как альтернатив нравится больше БАЗАН, да. Мне нравятся сайты риэлторских агентств, например, там, Наш, Блэквуд, Интермарк, Дилайт, уже достойный уровень, Эванс. Знаете, раньше мы даже действовали по-разному. В тот момент, когда у нас была там тысяча квартир выставлено, у Интермарка было 9 тысяч. Компания работала у нас меньше, чем на рынке, лет на 10, может быть. Все, я поражался, чем они это делают, выставляют неактивные квартиры. Ну, этим крышат. Чтобы база. Чтобы была база, чтобы... Разогнать рынок, что называется. Знаете, я разговаривал с собственными сотрудниками, говорил, давайте поставим 60 тысяч квартир. В ответ получал такое соображение, не надо, Георгий, человек расстраивается, звонит на что-то, рассчитывает, говорит, это сдано. И это сдано. Опять вдруг в руки попал, да. Таким образом, мы это перестали делать достаточно давно. Два года назад этим прекратил заниматься Интермарк. Да, так интереснее зазывать, но работать-то удобнее справедливо. Ну, давайте еще раз расскажем. Я бы смотрел именно Интернет. Секундочку, вот эти рэперные точки. Да, понятно, что есть откровенно мошеннические организации, о них писали и снимали сюжеты не раз. Это агентства, которые вроде как оказывают информационные услуги. Приходишь, за что-то платишь, тебе дают некую базу с телефонами, звонишь по 10, оказывается, что или только что сдана, или никогда не сдавалась, что называется. Но другой уровень дальше, вот что сейчас я пытаюсь для себя прояснить. Вы говорите, с одной стороны, нужен консультант, с другой стороны, есть интернет-ресурсы. Все-таки ваш совет. Самому лезть на какие-то ресурсы или нанять консультанта, пусть он всюду лазит? Я не вижу причин полениться не залезть. Да, надо залезть, конечно же. Такие ресурсы, как ЦАН, как Базан, да, как ресурсы, интернет-ресурсы, собственно, компаний, которые активны на этом рынке. Если все-таки брать высокий рынок, я бы говорил о том, что это Blackwood, Intermark, Penelain, Evans, Delight. Если это брать такой масс-маркет, то это будет скорее Mielin.com. Но вы на их сайтах уже сможете обнаружить адекватную информацию, совершенно точно. Я бы в интернете обязательно копался. Однако наличие какого-то своего доверенного лица мне, например, очень помогает. Поэтому я считаю, что есть доверие к какой-то компании, к каким-то людям, может быть, к какому-то филиалу даже компании. А сколько это будет расходы? Что это значит, доверенное лицо? То есть я сам нашел объявление, но на сделку пришел с этим парнем внушительным или как? Вы знаете как, для вас кто-то делает договор, для вас договариваются, для вас торгуются. Я не могу вам с уверенностью сказать, что это стоит. Стоит обычно, да, есть некий стандарт, одну месячную арендную плату, падают все. И я вам скажу, последний оплот такой никогда не подвинусь, это практически была наша компания. Падаем, идем навстречу. Сколько вам комфортно, столько мы и возьмем с вас. Нам сегодня очень с большой готовностью оплачивают наши услуги те люди, которые правда заинтересованы в том, что дают свою квартиру. Георгий, ну я же еще со стороны жениха, что называется. Вот я и говорю. То есть вы пришли со своим консультантом, а у арендодателя свой, да, то есть общая сумма какая будет? Вы знаете, я бы так сказал, что разумно, разумно здесь, чтобы выживать на таких сделках, получать одну месячную арендную плату. Поймите, что такое вот, если бы я одну и ту же квартиру продал, а квартира в год, это не очень сладкий бизнес сдавать квартиры в аренду, он не очень доходный. Это всего 2-5% годовых от той суммы, сколько она стоит. Сегодня продав квартиру, вы практически риелтору заплатите деньги, равные вашей годовой арендной плате, сдав ее в аренду одной месячной арендной плате. Я бы считал разумным, когда суммарно те деньги, которые заплатил и владелец, и арендатор, составляли бы одну месячную арендную плату. Мне кажется, что это как-то, ну по сердцу, это вот нормально. Бывают перегибы, и, честно говоря, ничего такого, проблемы я в этом не вижу, но мы идем к тому, что мы где-то вот это будем в месяц укладываться. За рубежом есть практика другая, есть больше, есть до 15% некий хендлинг, но они действительно за вас заботятся. Они там что-то с водой разбираются, они за вас оплачивают и ваши налоги, и ваши всякие муниципальные расходы. То есть они действительно беспокоятся о вас. Вы можете не знать, кто у вас проживает. В нашей стране немножко по-другому. У нас, так или иначе, основной договор все равно между арендатором и арендодателем. Согранство гражданскому кодексу это двусторонний договор, вы можете туда воткнуться третьим лицом, который засвидетельствовал и был рядом. Своепочтение, да. Ну да, так вот, да, с приветом из компании Пенни Лайн Рио, все. Вот такой вот цели особой нет там, находиться в этом договоре. Понятно, Георгий уже начал заниматься такой легкой скрытой рекламой. В общем, все равно получилось. Первая часть нашей программы подходит к концу. Мы поняли, что черпать информацию о сдаче квартир можно из всех источников. Особое внимание уделите интернету, специализированным сайтам, о которых мы, которые упомянули уже в программе. И, как советовал наш гость, найдите себе хорошего консультанта, который вам поможет впоследствии решать все проблемы. Во второй части нашей программы поговорим о еще одном важном условии. Это заключение договора. Что должно быть указано в договоре, какие виды договоров бывают. Об этом узнаете во второй части. Не подключайте канал. Смотрите это зимой на телеканале «Про деньги» в рубрике «Про кредит». Что такое кредитная история? Плюсы и минусы лизинговых программ. Потребительские и ипотечные кредиты. Зимние предложения банков. Смотрите программу «Сделай шаг». Закрытая жизнь богатых людей перестает быть тайной. Только на телеканале «Про деньги». Этой зимой вы узнаете, как строили свои компании и зарабатывали первый капитал успешные российские предприниматели. Не пропустите премьерные показы нового цикла передач «Сделай шаг». Смотрите это зимой. Интервью с президентом «Росинтерресторанс Холдинг» Сергеем Бешевым. Генеральным директором полиграфической компании «Печатай.ру» Анной Золотаревской. Генеральным директором телеканала «Дождь» Натальей Синдеевой. Ведущий программы Василий Богданов, главный редактор журнала «Маркетинг-менеджмент». Смотрите программу «Сделай шаг» каждый четверг в 14.30 и в 22.30. Смотрите на телеканале «Про деньги» уникальный телепроект, посвященный экономике и бизнесу регионов России. Экономика по существу. Регионы России. 12 регионов. 12 уникальных историй. Первые лица и руководители крупнейших компаний раскроют суть экономики и бизнеса региона. Расскажут о компаниях, формирующих экономику городов России. Вы узнаете, что производит и на какие деньги живет страна. Кто руководит крупнейшими российскими предприятиями. Также вы услышите ответы на вопросы, почему в России бензин дороже, чем в Америке. Какие автомобили будет производить автоваз, когда в России появится сервис, сопоставимый с европейским. Список российских достижений значительный. Есть на что посмотреть. Есть чем гордиться. Встречаемся каждое воскресенье в 12.30 и в 20.30 на телеканале «Про деньги». Разговор будет по существу. Подробную телепрограмму смотрите на нашем сайте. Телеканал «Про деньги» продолжается в работе. Мы говорим об аренде квартир в Москве. Ну и при чем Юрий представит нашего следующего гостя. Я хочу сказать, что важным очень этапом при съеме квартиры является заключение договора. Вот что будет прописано в договоре, то и станет неким вашим защитным счетом. Могу сказать, что у нашего следующего гостя, он риэлтор, у него договор, если я не ошибаюсь, там 20 с лишним страниц. Подробнее он расскажет сам, я думаю, Юрий его представит. Да, у нас в гостях Алексей Олешко, риэлтор, автор книги «Инсайт. Недвижимость». То есть, видимо, это внутри квартиры, да, то есть в переводе на более... Сайт закрытой информации для внутреннего пользования, вот. То есть, сейчас мы, собственно, вам озвучим юридический инсайт, как подписывать арендные договоры. 20 страниц не многовато ли? Ну, начнем с того, что там не 20 страниц. Вот, если брать непосредственно сам контракт, да, то 6 страниц. К нему два приложения, акт передачи имущества и акт возврата имущества. То есть, это вот типовой договор, я просто видел, у меня там знакомые друзья, индует квартиру, всех там какой-то распечатанный договор. Нет такого понятия, как типовой договор, так же, как не бывает двух одинаковых сделок. Сделки могут быть похожи, но каждая сделка уникальна. Ну, потому что в ней присутствуют две уникальные страны. Ну, мне кажется, что это разница может быть в приложении, где будет описано какое-то имущество, а суть договора остается прежней. В принципе, в принципе, есть определенный набор общих пунктов, которые обязательно должны присутствовать. Если брать конкретно их, то это, ну, в среднем 3-4 листа. 3-4 листа. Остальное уже будут детали, тонкости, частности. Вот, и обязательные приложения, акт передачи, потому что наличие договора найма абсолютно не обозначает, что имущество было передано. Акт договора найма нам показывает, имущество было передано. Такое-то, такое-то, в таком-то состоянии, в таком-то количестве, показания счетчиков такие-то, это оплачено, то оплачено. В основном договоре что должно содержаться? Давайте так пробежимся. Ну, естественно, реквизиты паспортные данные, там, если это физические лица, да, обеих сторон. Естественно, ссылка на документ, правоподтверждающий, право собственника распоряжаться данным объектом. Исходя из этого, первое золотое правило арендатора всегда посмотреть документ на недвижимость. Более того, не просто посмотреть, а посмотреть внимательно. Предположим, что мы пришли на квартиру, перед нами стоит некий гражданин по имени Вася, и он говорит, это моя квартира, соответственно, давай мне деньги, я тебе отдам ключи. Первым долгом надо убедиться, что этот Вася, это действительно Вася. Соответственно, смотрим паспорт. Паспорт его, да. Открываем паспорт, убеждаемся, что это Вася. Второе, что квартира именно Васина. Ну, здесь не буду останавливаться на признаках там подделки паспорта, но это будет очень долго. Убедились, что перед нами стоит Вася, теперь надо этого Васю к этой квартире привязывать. То есть убеждаться, что... Не в прямом смысле, дорогие телезрители, не в прямом смысле. Это понятно, документально. То есть, соответственно, смотрим, наиболее привычный документ, который встречается чаще всего, это свидетельство о государственной регистрации права собственности. Но до какого-то года было свидетельство другое, за подписью самого Юрия Михайловича Лужкова. Ну, Лужкова или Шанцева, было такое свидетельство о передаче объекта недвижимого имущества, собственность граждан. Так называемая розовая бумажка. Она розовенькая, формата А5, на ней никаких степеней защиты нету, если такая бумажка настоящая. В первом написано Лужков, я сам недавно так и увидел. Да, да. Если такая бумажка попадается, то лучше попросить у человека так называемую первичку. То есть первичные документы, на основании которых эта бумажка была выдана. То есть это либо договор передачи, либо решение суда, либо договор купли-продаж. Там, именно, давление. Ну, их под полсотни не буду все перечислять. В общем, их достаточно много. Человек со стороны в этих документах запутаться достаточно просто. И здесь соглашусь. Поэтому, как Георгий говорил, должен быть консультантом. Лучше не пожалеть денег и нанять именно человека, который в этом понимает. То же самое касается и составления самого договора найма. Лучше все-таки обратиться к тому, кто понимает хотя бы, что там должно быть подписано. Алексей, на секунду перебью. Давайте все-таки определимся, какие виды договоров могут заключаться между арендатором и арендодателем. Либо договор найма, либо договор аренды. Договор найма, если обе стороны физические лица, договор аренды, если, соответственно, юрлицу присутствует. А договор под найма? Договор под найма, если квартира неприватизированная, но там сложнее. Сдавать неприватизированную квартиру можно, но аккуратно. Официально сделать это практически невозможно. Это нужно получать разрешение именно собственника помещения. То есть там какого-нибудь завода. Который для государства, да? Не обязательно. Государство, это может быть какой-то завод, который выдал квартиру сотруднику в найм. А потом исчез. Какие варианты есть, да. То есть других документов с вами подписывать не должны? Других каких-то там договор, там, не знаю, передачи квартиры во временное пользование? Легко. Подписать можно все, что угодно. Потому что в любом случае, любая бумага, она рассматривается не потому, что написано у нее в шапке. То есть договор найма или договор аренды. Она рассматривается по сути. Она рассматривается именно по сути. Давайте зафиксируем, как в головах телезрителей, так виды договора. Это договор аренды, либо найма, как сказал Алексей. И вот, если квартира приватизирована, приобретена путем купли-продажи, мен, дарения, наследования, на основании решения суда. И договора под наймой, если квартиры не приватизированы, служебные, тут уже, как сказал Алексей, сложнее. Там уже сложнее. И опять же, давайте вот тоже зафиксируем в головах телезрителей, что должно быть отражено в договоре. Основное прописано, тоже подготовили таблицу. Итак, срок договора, то есть сколько он минимальный? Видишь, это обычный год без нескольких дней. Был бы срок. Знаете, вот существенный пункт, это наличие существенных условий сделки, да? Вот лишь бы он там был бы указан. Обычно он все-таки договор. Был бы арендатор, а срок найдется. Второе. Можно оставить договор без срока. Способы, размер и сроки оплаты. То есть сумма должна быть прописана, фиксирована на весь срок действия договора. Более того, почему. Вы можете, вы пишете о том, как вы договорились. То есть мы можем привязать с условным функцией доллара, да? У нас договор немножко короче. Мы что, мы полагаем, что в этом договоре меняются модули. И мы сейчас делаем простую вещь. Вот я вспоминал с сайта, базанда. Мы с ним делаем совместно такую вещь, что практически анкета. Отвечайте, что вы хотите. А животных хотите упоминать? Да. Кошка? Собака? Да. То есть как конструктор. Хотите, чтобы вам разрешили ее содержать, или чтобы вы письменно обращались, или чтобы вам запретили. Вы только ставите да, нет, вы получаете договор, составленный из тех модулей, которые вас уже вполне устроят. Скажите, а возможно, когда я через консультанта ищу... Подожди, Алексей, почему? Не соглашусь. Это, знаете, сразу напомнило нашу реформу образования, приложенную на Медвине, да? То есть пусть с восьмого класса дети выбирают, а кто его знает, что я в восьмом классе хочу? Вот здесь примерно то же самое. Неизвестно, что произойдет через год. Договор на М у нас может заключаться как? От там хоть одного часа и на срок до пяти лет. Дальше, более пяти лет у нас уже по законодательству нельзя. Можно подписать больше пяти лет, но он будет считаться все равно подписанным на срок. Это конкретик. Я знаю свою жизнь на год, да? Что я знаю, что у меня нет кошки, заводить не собираюсь. Но подруга есть заводить... Да, но завели подругу, а подруга завела кошку. Понимаете, возможно, такой вариант. Возможно. Хозяин принципиально против кошки. А когда вот с ним садились и разговаривали, то что вечно шло. Значит, сразу мы должны оговаривать все-таки. Абсолютно верно. То есть этот пункт должен присутствовать. Смотрите, но я сужаю... Всегда у вас будет присутствовать, да? Я сужаю себе поле возможностей. Я сужаю себе поле возможностей. То есть если так для меня было из 120 подходящих вариантов, условно говоря, то если я ко всем хожу, что знаете, у меня может быть будет кошка, может быть будет тигр, а подруга у меня играет на арфе. Я скажу. А арфа с большими колонками. Если для хозяев данной квартиры это принципиальный момент, то лучше озвучить этот принципиальный момент сразу. Потом жить будет спокойнее. А что еще надо озвучить хозяину, прежде чем подписывать договор? Если для хозяев квартиры это не принципиальный момент, они говорят, да дай бог, соответственно, и появится у вас кошка в следующем. Не будет конфликта. Мы стараемся все темы, которые могут вызвать потом конфликтный разговор, не поднимать. Например, не начинать разговор с того, что... А знаете, бывают же пожары. Вот лучше не начинать. Давайте застрахуемся от того, что вы зальете соседей. Не надо. Не было разговора, живите. С Городинским кодексом. Не поднимается вопрос о животных, оставьте его. Вы знаете, как неправильно-правильно, но это разговор, это же всегда торг. Это знакомство людей. Мы стараемся туда минимизировать конфликт. Это, кстати, работа риэлтора, я считаю, это вовсе не то, что там сделать договор. А это представить друг другу так, чтобы они понравились. Вы же лучшему другу... Работа риэлтора сделала так, чтобы они понравились не только сейчас. Договариваться на берегу или во время плавания. А мы не пропадем. Пусть звонят, если что, мы им понравились. Они понравятся друг другу, и еще раз мы приедем. Я вам скажу... Отлично. Давайте продолжим. Сейчас будет дискуссия, просто надолго запистили. У нас осталось не так много времени. Давайте все-таки вернем к той волшебной таблице. Так, про способы, размеры, сроки оплаты мы поговорили. Условия об оплате коммунальных платежей, электроэнергии и телефонных переговоров. Тут все понятно. Общее имущество находящегося в квартире и его состояние. То есть переписывать все вплоть до столового серебра, если он вдруг там остался. Беспокоит судьба серебра? Перепишите. Перепишем то, что дорого сердцу. Если этот стул сердцу недорог, выбросите, и вопросов не возникнет, тогда зачем его писать? Естественно, износ интерьера и предметов, находящихся в квартире. Вот это меня вопрос больше всего беспокоит. Это очень сложный вопрос. Значит, смотрите, на каждый предмет отделки, предмет мебели существует по ГОСТу срок службы. Это смешно. Мы сейчас уйдем в такие дебри. Да, туалет, две царапины там, дверь туалетная. Нет, смотрите, здесь, по-моему, есть какая-то простая логика. Если диван там, не знаю, сломан пополам, да, то, наверное, я виноват. То это неестественно. А если вот он продавился за то, что два года я там живу, ну, это, наверное, ближе к естественному износу. Если начинается спорт, то начинаются подниматься все вот эти вот гости. С мебелью, наверное, такая логика, Георгий, вы согласны? Если вдруг у вас арендодатель начал перечислять все виды домашних животных, потом дошел до царапин, вам надо что-то другое снять. Все-таки в городе есть что-то. Значит, попали на зануду и неизвестно, что завтра придет ему в голову. Да, что-то да, вы завтра с ним будете обсуждать царапины на вилках. Хорошо, смотрите, давайте я тоже вилки... Я тоже вилки... Да бывает, что люди просто сдавая первый раз квартиру боятся всего. А потом оказывается, что это милейшие люди. Значит, это риэлтор не доработал, не устанавливал взаимоотношения и их албометом спалывает. Скажите, вот этот момент. А если, скажем, то оборудование, которое можно считать инженерным, газовая колонка, например, то есть не мебель, мебель, окей, мелочь. Кто должен чинить, например, сантехник, как правило? Какому поводу сломалось? Мы возьмем случай посложнее. Холодильник. Я разбил, понятно, если я разбил раковину, я ее заменяю. Да, с этим все понятно. Берем холодильник, сломался холодильник. Квартира сдавалась холодильником, это было ее конкурентное преимущество. Соответственно, человек не должен жить холодильником. И тут ломается холодильник. Вызываем мастера. Приезжает мастер, смотрит холодильник, пишет заключение. Холодильник сломался. По естественным причинам. Да, потому что вышел срок службы там какого-нибудь трефреоновой трубки. Вот. Меняет тот, кто сдавал. Приезжает мастер, смотрит холодильник. И говорит, тот сломался, потому что его куалды разбили. У нас 30 секунд, Юрий, итоги. Обновим его, мы холодильник. Итак, итоги, на самом деле, очень просты. Если раньше считалось особой удалью снять квартиру без всякого договора или там у знакомых или чего-то, что все больше капитализм и договорные отношения проникают в нашу жизнь. И все больше приходит понимание, что квартира, снятая по договору, это ваша квартира. Если вы обозначили там какие-то свои права, то вас на срок аренды, в принципе, из нее не могут выселить. И имейте это в виду, заключайте договоры. И все-таки советую обращаться к профессионалам, таким как наши гости. Георгий Дзагоров, генеральный директор компании Penny Lane Realty. Алексей Алешко, риэлтор, автор книги «Инсайт недвижен». Спасибо большое, что пришли и рассказали. Телеканал «Пор деньги» продолжает свою работу. Редактор субтитров А.Семкин